овал это не идеальная форма от его здесь герметиком и еще сейчас расскажу вам секрет я обрабатываю герметиком здесь герметик желательно поставить сто процентов если можно было бы дать 110 дал бы 110 надо ставить герметики у вас труба больная и хромая если есть большие зазоры то вот в этом месте поставьте красного цвета герметик всем приветствами дмитрий михайлов и на моем канале коммен байк в этом видео я буду отвечать на следующий вопрос применение герметиков системах дымоудаления то есть в дымоходах когда их нужно ставить какие герметики нужно ставить и почему вообще этот вопрос у вас возникает а возникает у вас этот вопрос по одной лишь причине на рынке есть нехорошие дымоходы не сертифицированные дымоходы дымоходы которые не имеют права вообще на жизнь но их продают и к сожалению продают и когда вы покупаете дымоход при этом вы знаете вам сказали вернее что вам купили хороший дымоход вы приходите домой вы начинаете его собирать вы начинаете состыковывать его а там зазоры зазоры в палец могут быть и у вас становится вопрос а что делать что в этом случае вам делать и как этот вопрос можно решить в этом видео я постараюсь вам ответить на все эти вопросы которые становятся перед вами в системах дымоудаления есть такое понятие как герметичность она везде прописана в строительных нормах а кто за отвечает за эту герметичность что такое герметизация для чего она для чего вообще герметик нужен системах дымоудаления вообще что вы понимали системы дымоудаления в республике беларусь и в европе я не беру в россии и украины там немножко все по-другому у нас беларусь ратифицированный европейский стандарт 1856 часть 2 и 1856 часть 1 это производство дымоходов из нержавеющей стали и в этом сертификате в этом стандарте есть классы по давлению смотрите все трубы системы дымоудаления если сертифицируется по европейскому стандарту 1856 часть 1 1856 часть 2 они проходят по газоплотность испытания проходят на специальном стенде где проверяют под определенным давлением если мы будем рассматривать частное домостроение и так как мне вопрос задают именно по герметику мои подписчики и зрители с которых частные дома атмосферные либо турбированные котлы или твердотопливные котлы то здесь касается именно класс минимальный класс по давлению это n1 что он из себя представляет из себя представляет это разрубная система дымоудаления то есть плюс минус при которой вот вы трубы просто вставляете один в один и все ну а дальше там хомуты либо еще что-то можете использовать можете не использовать вот это класс n1 затем идет класс в частном домостроении это p1 p1 это как правило идут котлы газовые это турбированные газовые котлы у которых есть вот такая силиконовая манжетка и если вы покупаете сертифицированную трубу то вот у меня примеру труба вот здесь вот наклеечка на которой написано что здесь класс по давлению p1 и силиконовая манжетка обязательно если вам говорят что у нас класс p1 проходит труба но нет силиконовой манжетки то это n1 и для конденсационных газовых котлов тогда она не годится наши конденсатники именно должны быть силиконовой манжеты вот эти два стандарта который касается частного домостроения это n1 и p1 вы должны понимать и используя герметику если вы видите такую силиконовую манжету герметик вам не нужен но это силиконовая манжетка может быть только на круглых диаметрах запомнили да у разных производителя она может быть выглядеть по-другому уши дали потому что она тоже по-разному делаются немножко отличается от этой системы поэтому видите манжетку герметик не нужен не надо вам герметик все если у вас смотрите какая ситуация вы проходите вот по такой системе по n1 то есть где вы вставляете от герметика хуже не будет давайте мы поговорим в котлах работающих на газе если у вас стоит кондиционно-газовый котел потом обязательно должна быть силиконовая манжетка если у вас стоит турбированный классический газовый котел то там вот этой силиконовой манжетки может быть и в инструкции у производителя если вы будете читать она не обязательно а вот конденсатники они именно показывают что делать если вы покупаете кондиционно-газовый котел и у вас примеру нету силиконовой манжетки объясняю есть герметики я сейчас не не занимаюсь рекламой герметиков ни в коем случае потому что их очень много они примерно все одинаковы то есть это красного цвета герметик он используется для газовых котлов если у вас вот такая вот ситуация есть кондиционный котел нет силиконовой манжетки то смело его используйте также вы его можете использовать если у вас и нет силиконовой манжетки а вы встречаете сейчас вам покажу убогую трубу и если вы ее купили то еще купите ящик такого герметика вот это вот труба я еще соединил снаружи она вроде бы смотрится красиво да у нее зубчатка а теперь смотрите вот сюда видите она просвечивается вся и вот если вы покупаете трубу и на каждом метре видите какое заужение то есть вот сюда на каждый стык нужно накладывать герметик обязательно и сто процентов а если у вас это именно если на газовых котлах я думаю разобрались да если у вас на газовом котле система раз трубная но нет силиконовой манжетки и я вам скажу так я практически на газовых котлах на атмосферный котлах на турбированных я практически герметик вот на стыке в шахте если мы возьмем шахте когда стояк стоит не ставлю потому что нормальных трубах видите какое соединение гладенькая труба ну и для сравнения вам вот такая труба видим насколько заужение идет да поэтому я вот здесь вот можете не ставить не ставьте герметик он вам не нужен а а вот здесь вот обязательно с газовыми котлами я думаю мы разобрались я применяется герметик и какой обязательно применяется он на зубчатки и если это у вас вы покупаете 80 трубу из оси 316 и у вас нет силиконовой манжетки вы купили кондиционно-газовый котел тогда ставьте еще на герметик именно красного цвета турбированный я тоже как вы классически не ставлю на герметик и никакого смысла в нем нету но снова если нет зубчатки передавайте мы коснемся следующего вопроса а где еще можно давайте если мы далеко не ушли где еще можно использовать красный герметик поехали загибаем пальцы можно использовать вот в этих местах снизу это сборники конденсаты какие бы они крутые не были с какой бы роликовой сваркой не ставились вы должны понимать что здесь постоянно будет стоять вода ну либо какая-то консистенция поэтому я обрабатываю здесь герметиком и еще сейчас расскажу вам секрет где я обрабатываю герметиком вот смотрите если вы купили вот такой вот тройник классический тройничок у него здесь вырезается тело и вот эта часть врезается на точечную сварку боковую и когда вы его покупаете то есть вот отсюда со временем с этих мест может подтекать конденсат что вы делаете вот снизу берете вот эту часть и вот здесь вот все заклеиваете вот так это надо делать и это касается не только газовых котлов это касается и твердачей сейчас внизу могут начаться различные комментарии по поводу тройников что вот эти тройники они в прошлые вековые эти тройники уже нельзя ставить эти тройники они не герметичные где-то вы правы но кто подписан на мой канал тот знает что я продаю и устанавливаю лучшие дымоходы которые представлены на рынке и эти тройники они еще будут очень очень долго жить очень долго будет жить да их надо дорабатывать но видео не этому посвящено потому что сейчас будут говорить о том что надо цель натянутые тройники вот такие тройники покупать то есть видите здесь тело врезка вот это выдавливается часть а сюда приваривается уже через роликовую сварку должна по крайней мере через роликовую сварку привариваться вот этот патрубок вы скажете либо вы можете спросить это идеальный тройник а я вам скажу нет это не идеальный тройник до идеального тройника его тоже надо еще дорабатывать и вот этот надо тройник дорабатывать до идеального тройника а если мы будем рассматривать как массовый сегмент то вот этот тройник гораздо легче доработать чем вот это поэтому нету идеального тройника сейчас а может ли он быть да он может их надо дорабатывать это тоже сырой тройник у меня просто часто пишут в комментариях поэтому я этот вопрос сразу и на корню отсек но видео у нас не тройника а герметиках продолжает на этом герметики температура в среднем ориентировочно там 230 280 встречала 315 градусов герметики они замечательно стоят они замечательно стоят на твердотопливных котлах на современных твердотопливных котлах да где температуру там до 300 градусов и газовых котлах на каминах как повезет скажу так и на банных печах на банных печах не ставьте он потечет у вас а вот на каминах как повезет он может потечь и может не потечь и вы должны понимать об одной вещи если вы используете вот этот вот герметик вы его не отклеите если вы соединили две трубы вот такие либо вот такие вы не разъедините его склеивает намертво и у меня были случаи когда мне надо было демонтировать трубу чтобы я там не делал я феном пытался его фен выдает ориентировочно 600 градусов разогреть и сдвинуть мертво поэтому будьте с ним осторожно поэтому я и не ставлю в шахтах когда там газовые котлы не ставлю на него не ставлю и он там не нужен но снова же если у вас труба хотя бы там по минимальному сертификату по производству дымоходов проходит по классу именно по n1 и смотрите если вы еще вот овальные трубы до овальные трубы вот классическая овальная труба если вы ее используете для газового котла ну желательно конечно здесь герметик поставить желательно но не обязательно потому что овал это не идеальная форма это не круг и все равно какие-то зазоры при состыковках у вас будут с газовым котлом разобрались а теперь давайте разбираться мы с именно герметик который используется для твердотопливного есть герметики вот давайте мне последний вопрос именно поступил сейчас человек за гильзовую трубу овальную поступил именно дмитрий стоит ли герметиком обрабатывать овальную трубу овальные трубы ставьте на герметик герметик используется уже другой это снова же не реклама герметики используются термостойки термостойки герметик температура у них разные но как правило это за тысячи градусов 1200 1500 градусов но крутые все такие названия состав у них примерно одинаково по свойствам они тоже одинаковые и овальные трубы что мы на выходе имеем видите но здесь вот камера не передаст тот момент сейчас вам покажу наверно поближе вот смотрите вот видите вот этот зазор этот зазор также может быть еще и вот я его соединяю вот здесь самые слабые места эта труба тоже заводская она тоже сертифицированная но на овалах будет какой-то подсос воздуха стоит ли ставить на овальных трубах герметик вот если у вас заводская труба как я вам показал и если у вас она вот так чтобы вы понимали если она у вас относительно ровная здесь герметик желательно поставить потому что по этим состыковкам труб они разные они все отличаются и бывает такое что зазор может быть и большой большой до несколько миллиметров до 5 миллиметров потому что овалы они и у них вертолет еще может пойти здесь много я вам оставлю ссылку внизу перейдите посмотрите по овалом если у вас идет от заводская труба где есть такой вот раз труб широкий где есть минусовая часть то если вы даже не поставите герметик со временем вот эти места все закоксуются они закоксуются и будет ли поступать туда воздух но одному богу известно дело в том что вы это не почувствуете вы это никак не померите вы это не узнаете будет ли у вас работать котел будет работать котел у вас будет все хорошо и снаружи вас конденсат не пойдет конденсат пойдет внутри на овальных трубах на каких надо же снова сто процентов ставить герметик сто процентов то есть вы понимаете что если мы говорим про стандартные заводские можете ставить можете не ставить если вы даже не поставите в наш вы должны понимать вот я работаю зимой минус 10 какой герметик у вас выдержит температуру такой, вы его выдавливаете он даже не приклеивается, он сваливается и большинство объектов у меня именно без герметика, да, ну если вы трубу покупаете с раструбным соединением, если вы соединили там минимальные зазоры, ничего страшного не будет все равно подсос воздуха какой-то может быть даже на круглых диаметрах, если вот вы возьмете заводские трубы вот с раструбной системой вот труба, да, плюс-минус все равно здесь подсос воздуха будет а черный герметик черный герметик, я не говорю про красный, он все равно рассыпается, рассыхается, через полгода через год, может через полтора, может быть через два, но как правило два года они не ходят, они просто разваливаются а почему они разваливаются, потому что труба из нержавеющей стали как и любой материал, он имеет какое-то расширение при определенной температуре и в результате чего из-за того, что металл подвижен, герметик разваливается но к тому времени, пока он разваливается, уже все закоксовывается и все равно вы не видите, поэтому здесь Здесь на стандартных трубах, на овальных, с раструбной системой герметик не обязательно. Все равно все сококсуется. А на каких трубах надо ставить герметик? 100%. Это вот на таких. Вот если вы видите вот такую гармошку, 100%. Если можно было бы дать 110, я бы дал бы 110. Надо ставить герметик. То же самое на круглых диаметрах, если вы используете по твердотопливу и получаете вот такой вот результат. Обязательно герметик. И вообще, вот у меня вот видите, такой трубы нет в 20 век. Ну давайте уже, господа, как-нибудь производители дымоходов уходить от этой системы. Она отвратительная. Когда дымоход используется под твердое топливо, под камины, под печи, неважно под какой топительный прибор. Ну под газ понятно, там газы будут уходить, вы герметиком заливаете красным цветом. И никакого проникновения не будет. Но снова же не будет, если у вас вот этот вот шов, вот этот шов, он более-менее как-то сделан нормально по-человечески. Вот этот вот пиццбургский шов, его тоже можно делать по-разному. И есть такие клоуны, что делают, знаете, как... У вас в регионе нет такой трубы заводской, и вы покупаете его с пиццбургским швом, потому что я понимаю, что развитие в регионах, оно разное. Проверяйте вот эти места, потому что здесь может быть отверстие. И если здесь будет отверстие, то герметичности речи никакой не будет. А если вы уже проверили, сейчас пошли свою трубу такую, то возьмите красного цвета герметика и подмажьте. А почему герметик нужен, вот если мы взяли вот такую вот гофру, почему он нужен именно для гофрированной трубы? Ну, я думаю, всем понятно, что система должна собираться по конденсату. А теперь смотрите, что происходит. Вот эта вот раструбная система и газы, которые идут, они пошли вверх. Здесь сопротивления вот в этих местах практически никакого нету. Понимаете? Ну и конденсат, соответственно, начинает стекать вниз. Вот если вы соберете систему через гармошку, у нее ситуация уже следующая. У нее идет ровная труба, один диаметр, а потом идет вот такая зубчатка. И потом вставляется вот так труба. И вот в этом месте, вот в этом месте, когда газы идут, у них идет сопротивление. Если я нарисую сейчас вид сверху, чтобы вы понимали, вот у нас круглый диаметр трубы, и потом вот так вот зубчатка. Вот так вы посмотрите, если вы соберете две трубы. Давайте я вам напомню все-таки. Видите, что получается? Вот это вот завихрение. И вот в этих местах собирается сажа. В огромных количествах собирается сажа. А теперь представьте, у вас там 10 метров трубы, и на каждом метре у вас будет сажа-сборник. Здесь, здесь, вниз рисуете. И везде у вас будет сажа-сборник. В результате чего, конечно, это оказывается на тяге. Конечно, это сказывается на, скорее всего, возгорание произойдет быстрее. А почему это происходит? Потому что, если мы возьмем 80-й диаметр, вот здесь 80, а здесь идет просто накатка. То здесь где-то получается 75 миллиметров. Если мы берем раструбную систему, заводскую, стандартную, то здесь у нас идет 80 плюс, это примерно 83-84 миллиметра, а с другой стороны 80. У нас нет заужения сечения, нигде. И поэтому здесь герметик можете не ставить. Я про твердое топливо сейчас говорю. Подсос именно, если будет проходить, он все равно закоксуется. У вас здесь вот герметик нужен для того, чтобы здесь вот газы не выходили наружу. Понимаете? Потому что газы могут выходить, и герметик, он развалится. И продавцы, которые продают дымоходы, сейчас я вам дорисую, вот если мы возьмем систему, вот так вот, да, зубчатку, они вам будут говорить, что надо собирать систему только по дыму. Почему? Потому что они страхуют свою жопу, чтобы у них не было в дальнейшем проблем. И пока вот эти вот трубы будут продаваться, до тех пор будут говорить, что систему надо собирать только по дыму и только через герметики. Надеюсь, я объяснил. Понятно вам, что на твердотопливных котлах, если у вас есть такая труба, то обязательно герметик используется. Если у вас заводская труба, герметик не обязательно. Я вам всегда говорю о том, что от герметика хуже не будет. Именно от черного, для твердотопливных котлов. Герметик черный используется только для твердотопливных котлов. Для газовых он не годится. Его сразу выходит из строя кислота, любая влажность, он влаги просто боится. Хотите поэкспериментировать, вот возьмите на улицу, нанесите слой герметика черного и красного и посмотрите, какой первый развалится. Красный герметик вы можете использовать и там, и там. Но красный герметик, я вам говорю сразу, если вы его нанесли, вы его потом не уберете, вы не разъедините трубу. Никак. Если вы не знаете, наносить герметики или нет, вы должны в первую очередь оттолкнуться, какая труба у вас. Я редко, когда ставлю герметики, бывают иногда вопросы на газовых котлах, знаете, когда подключение идет от котла до шахты. Что значит от котла до шахты? Ну, снова, это касается в первую очередь, да, наверное, всех котлов касается, и твердачей, и газовых котлов. Вот если газовый котел идет, например, угол 90 вы ставите, если у вас нету газоплотной манжеты, то здесь только по дыму вы можете собирать, вы не можете эту систему собрать по-другому. А вот здесь вот идет у вас тройник, да, ну вот так вот собирается. То есть, если у вас труба больная и хромая, если есть большие зазоры, то вот в этом месте поставьте красного цвета герметик, это на газовый котел. Ставьте красного цвета герметик. Давайте я вам другим маркером все-таки начерчу. Вот здесь вот используйте красный герметик. И все у вас будет окей. Потому что когда вот длинные участки вот эти вот, вот здесь вот из-за того, что система собирается по дыму, а как правило, там 130-го диаметра, 120-го диаметра силиконовых манжеток нет. Вот здесь вот я ставлю герметик. Почему? Потому что потом, скорее всего, будут какие-то подтекания из-за перепадов температуры, точка росы там на дымоходах в районе там 56 градусов, 55 градусов, вот появляется конденсат. Когда котел работает, когда тепло, проблем нет. Но когда он затухает, то вот здесь вот может появиться вот так вот конденсат стечь. Поэтому здесь вот можете ставить герметик. Ну, если есть силиконовая манжета, то там все собирается по конденсату, а не по дыму. А на твердотопливных котлах, вот я подводящую часть, я всегда ставлю на герметики. Вот наш тройничок пошел, снизу сборник конденсата, грубо. И на котлах, как правило, выход идет сзади, да, стенка котла. Вот здесь я тоже использую постоянный герметик. А здесь у нас вот вовнутрь он вставляется, вот такая система раструбная, ну и здесь. И вот он вставляется, и вот здесь вот я использую герметик черного цвета, и вот в этом месте использую герметик черного цвета. Это необходимо, вот в этих местах. А дальше в шахте, если вы гильзовкой занимаетесь, то смотрите на то, чтобы у вас труба была ровная, чтобы вот такой стык был, раз, и сюда четко зашло, раз, и все будет у вас хорошо и надежно. Герметики черного и красного цвета, про них есть обзоры. Обзоры делают блогеры, делают продавцы. Я вам сейчас скажу, как с точки зрения, в первую очередь, монтажник дымоходов. Вот этот герметик, он больше ограничен. Вот этот герметик через какое-то время разваливается. И вы его в любом месте, если у вас высыпали там утепленную трубу или голую, пару раз ударите по трубе, пару раз ударите, вы трубу разъедините. А вот этот герметик, даже на твердотопливном котле, вы с ним ничего не сделаете. Вы не разъедините его. Если он будет работать в этом вот пределе, вот этот, к примеру, 260, там, по-моему, кратковременная нагрузка, 300 градусов, ну, у них разные. Там есть от 220, они, как правило, идут до 280. Это постоянная температура, от каковременной, там, до 350 градусов есть. И вот этот герметик не разъедините. Понимаете? Поэтому не верьте тому, что вам говорят, потому что продавцы и блогеры, они не имеют представления даже вообще, о чем, как правило, говорят. Их задача сделать рекламу. Вот и все. Вот какая у них задача. Потому что я все делаю вот этими руками. Я знаю, о чем говорил. Вот этот герметик, он разваливается на всех участках. На первом метре, на последнем метре. Разваливается. Потому что металл имеет свойство расширяться. А вот этот герметик, он остается эластичным. И с ним ничего не становится. И в основном дымоходе с ним тоже ничего не станет, если в этих же пределах будет работать. Но снова же, как я в начале видео вам сказал, вот если до него будет огонь доходить, огонь доходить именно, он тоже потечет. Но если огня там не будет, и температура будет там в районе 300 градусов, с ним вообще ничего не будет. Ну а нормальное отопительное оборудование, они где-то должны работать вот в этом пределе. 300 градусов. Да, плюс-минус. 260-300. И покупая печь, печь-камин, печь, твердотопливный котел, там, как правило, указывают температуру выходящих газов, среднюю температуру. И она варьируется в районе от 200 до 300 градусов. И вот, прежде чем задаться вопросом, нужен ли герметик, подумайте о том, какую трубу вы покупаете. С вами был Дмитрий Михайлов. Коммент байк. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok